Всем привет! Данное видео будет на тему помощи и выплат от французской международной неправительственной организации ACTED. Благодаря данной организации многие смогут получить помощь в размере 6660 гривен или же бесплатно установить себе поврежденные окна и двери. И кто эти счастливчики, а также что для этого нужно сделать, я расскажу в данном видео. В этом видео вы узнаете, какую помощь и выплаты можно получить от международной организации ACTED. Кто имеет приоритетное право на получение помощи от данной международной организации? В каких регионах доступна помощь? Как подать заявку на помощь? Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Какую помощь и выплаты можно получить от международной организации ACTED? Данная организация предоставляет разные виды помощи, основным из которых, конечно же, являются денежные выплаты, но не единственные. Если говорить о денежной помощи, то ее размер составляет 2220 гривен на каждого члена семьи, пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период 3 месяца. То есть вам на карту поступит 6660 гривен одноразовым платежом. Помимо этого, на их страничке в фейсбуке, по ссылке, которую вы найдете в описании к данному видео, есть информация о том, что они предоставляют бесплатную помощь для неиболее уязвимых слоев населения по замене поврежденных окон и дверей. А это тоже достаточно важно для тех, чьи дома и квартиры пострадали от обстрелов. Замена окон и дверей тоже стоит очень дорого, и это в финансовом отношении даже выгоднее, чем просто выплату 6660 гривен на карту. Дорогие слушатели, а какая помощь была бы вам более актуальная? Денежные выплаты или же замена поврежденных окон и дверей? Напишите об этом в комментариях. Кто имеет приоритетное право на получение помощи от данной международной организации? Решение о предоставлении помощи принимают международные организации, и окончательное решение, как всегда, за ними. Но приоритетны уязвимые группы людей, в частности, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие старики. В каких регионах доступна помощь? Очень на многих источниках была информация, что активная денежная помощь оказывалась жителям Кропивницкого. Также есть информация и о помощи жителям Донецкой области, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей. Касательно жителей Херсонской области нашла информацию, что требуется открытый банковский счет, ну, естественно, в украинском банке. И опять же, если у вас нет возможности выехать из Херсона, то на многих банках счет можно открыть даже онлайн. Что касается помощи по замене окон и дверей пострадавшим от военных действий, то на их страничке в Фейсбуке есть информация о том, что они предоставляют этот вид помощи в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Опять же, список областей может меняться. Дорогие слушатели, а среди вас есть те, кто получил помощь от данной благотворительной организации ACTED? Вы из какой области? Как подать заявку на помощь? Если вам нужна бесплатная замена окон и дверей, то запрос на регистрацию в программе вы можете отплавить в будние дни с 9 до 18 по телефону 063-609-7136, 063-609-7153 или по ссылке, которую вы найдете в описании к данному видео. Также найдете ссылку и на их страничку в Фейсбуке. Заходите туда периодически. Там могут появиться новые виды помощи или измениться их контактные данные. Заявку на денежную помощь проще всего подать через платформу ЕДОПОМОГА по ссылке, которую вы найдете в описании к данному видео, подав заявку на помощь от международных организаций. И вы автоматически сразу станете претендентом и на выплаты от данной международной организации ACTED и от других международных организаций тоже. Как это сделать, я уже много раз рассказывала и показывала на этом канале. И более подробные инструкции по подаче заявки вы сможете увидеть в видео «Выплаты» на социальной платформе ЕДОПОМОГА по ссылке, которую вы найдете вот здесь, справа и также в описании к данному видео. Также заявку на помощь можно подать с 1 июня 2022 года, позвонив на горячую линию. Номера горячей линии вы также найдете в описании к данному видео. Имейте в виду, они могут меняться, поэтому заходите на ресурсы данной международной организации и проверяйте актуальные данные. Дорогие слушатели, как всегда, прошу писать отзывы, помогла ли вам данная международная организация или, может быть, помогла какая-нибудь другая. Этим вы поможете очень многим в это непростое время. В этом видео я рассказала о том, как получить помощь и выплаты от французской международной неправительственной организации «Эктит». О том, как подавать заявку на выплаты, как проверять ее статус и как исправлять в ней ошибки или технические неполадки, есть множество видео на данном канале, с которыми вы можете ознакомиться. Также есть множество видео и о том, кто и на какие выплаты имеет право и какие вообще выплаты есть. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям, по возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите, все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко.